Какой, знаете, рэкет на государственном уровне, когда государство просто пришло к вам домой и сказала, а теперь, пожалуйста, скиньтесь под 50%. Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода. Что значат эти ограничения, как они повлияют на обычных россиян и сколько Путин достает из карманов своих избирателей? Об этом дальше. Ограничения, которые продлили до 9 марта 2023 года, работают против всех, у кого остались накопления в российских банках. Обычный россиянин, например, копил деньги на квартиру дочки, откладывал их в банки в валюте. И на сегодняшний день они просто не имеют доступа к этим деньгам. Обычные люди, доверяющие местным банкам, сегодня теряют свои деньги. Можно брать не более 10 тысяч долларов, все, что выше, только рублями по курсу. А тем, кто хочет забрать всю сумму, придется потерять еще и на курсе. Они покупали эти доллары по 100 рублей и выше. А сегодня они их могут получить в банке по 50 рублей и ниже. По курсу Центробанка России рублями, пожалуйста, по всю сумму. Пожалуйста, идите. Кто вам мешает? Ну вы же поддерживаете специальную операцию в Украине, так поддерживайте своими деньгами, что вы так сильно переживаете. Вот и все доверие путинскому режиму. У вас забирают часть ваших денег, не давая законной альтернативы. Ну чисто технически остается еще черный валютный рынок. Естественно, это толчок черному рынку, валюты 100%. Введенные ограничения дают возможность процветать черному валютному рынку. Вместо того, чтобы отдать 50% Путину, можно отдать 20-30 кому-то другому. На сегодняшний день уже работают так называемые делки, которые знают схемы, как можно эти деньги с банка забрать. В большинстве своем эти схемы связаны с тем, что эти деньги открываются счета за границей, эти деньги переводятся на заграничные счета, например. И оттуда уже в другой стране этот гражданин России может эти деньги забрать. Только черный рынок сопряжен с большими рисками. В лучшем случае вам могут подкинуть пару фальшивых купюр. В худшем заберут все. А вы даже не сможете написать заявление. Эти вот нелегальные менялы, они зачастую так или иначе связаны с криминалитетом. И передается информация о том, кто, когда, сколько поменял. И, соответственно, могут быть случаи, когда, если вы эти деньги храните дома, то завтра к вам просто могут прийти грабители для того, чтобы их забрать. Зато на все эти костыли и процветания нелегального рынка Путин отвечает, как всегда, позитивной картинкой в зомбоящике. Якобы санкции с ним не сработали. Тот блиц-крик, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работает ритмично. Только вот как санкции могут не работать, если далеко не все имеют беспрепятственный доступ к заработанным честным путем деньгам? Когда россияне говорят, что им плевать на санкции, это неправда. И тот факт, что Центробанк России продлел ограничения, говорит о том, что они реально видят значительное давление на российскую экономику в санкционной политике. Пока вы смотрите позитивную картинку и видите курс рубля к доллару, у вас забирают половину всех ваших накоплений. Посмотрите, что происходит. Что для того, чтобы обмануть обычных россиян в том, что санкции не действуют, Кремль, власти России залезли к ним в карман, запретили им пользоваться их сбережениями, которые они сохраняли. И с помощью этого они показывают им картинку о том, что вот видите, какой у нас курс доллара. То есть они обманывают россиян за счет самих россиян. То есть это такая высшая форма цинизма. Причем платит не Европа, не США, не кто-то из недружественных стран. Платит именно население России. Более того, на самом деле, европейцам, американцам и всем недружественным странам очень выгодно, когда в России сильный рубль. Для них это с точки зрения экономики, наоборот, выгоднее. Многие считают, что это всего лишь временно. Все можно будет якобы переждать. Но нет. Санкции как раз и сделаны для того, чтобы переждать никто не смог. Так не получится переждать. Проблема в чем? Проблема в том, что санкции накладываются тяжело и долго. Но снимаются они еще дольше. Иллюзии, что это можно переждать и это закончится через год-два-три, даже если закончится активная фаза войны в Украине, санкции будут оставаться. Потому что они подвязаны не только под активную фазу войны. Продолжение следует...